МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! 10 июня в областном центре стартует фестиваль школа «Территория Магадан». Какими спектаклями порадуют горожан, приезжие гости? Нам расскажет руководитель литературной части Магаданского музыкального и драматического театра Игорь Дадашев. Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, Анастасия! Фестиваль школы «Территория Магадан» пройдет уже во второй раз у нас. Для кого проводится это мероприятие? Для обычных магаданцев или все-таки для театралов? Для всех. И для тех, и для других. И, конечно, для наших преданных, постоянных зрителей и для тех, кто так или иначе связан с театральным искусством. То есть для студентов колледжа искусств, для людей, для наших коллег, которые работают в сфере культуры и искусства. Вообще театр, театральное искусство – это удивительное живое искусство, которое, в отличие от кинематографа или телевидения, творится на глазах у зрителя. Один и тот же спектакль невозможно сыграть или увидеть одинаково. Точно так же, как невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Актер сегодня может плохо себя чувствовать, быть немножко простуженным, заболевшим, но он никогда этого не покажет, ну, таковы профессионалы. Даже если у него какие-то психологические проблемы, ну, умер, может быть, родственник, он чем-то озабочен, огорчен. Но публике этого знать совершенно не обязательно и не нужно. Актер всегда на сцене должен играть так, как, ну, замечательно, превосходно. То есть, его внутреннее душевное состояние не должно отражаться на игре. И поэтому, ну, в то же время спектакль, каждый показ, не похожий один на другой, это всегда, всегда в нем есть какая-то элемент импровизации, элемент какого-то... Ну, всегда, каждый спектакль рождается у нас на глазах уникальным своим, обладающий каким-то, какой-то особой притягательностью. Фестиваль «Территория Магадан» все-таки чьей идеей было создать вот такого рода проект? Ну, конечно, в первую очередь, наши ведущие золоторудные компании «Полюс», которая финансирует проведение этих фестивалей по всей стране в разных городах. Ну, и, конечно, не обошлось без участия Союза театральных деятелей, Министерства культуры и нашего театра. Так как этот фестиваль, он приурочен к юбилею Магадана, и программа его будет более насыщенной, более интересной, чем тот фестиваль, который проходил два года назад. Ну, и о программе. В течение семи дней будут идти спектакли не только на сцене, да, музыкального и драматического театра, но еще на сцене кукольного театра. Да, театра кукол. Что это будут за спектакли и какие труппы приедут? Разные труппы. Приедут наши соседи, коллеги из Якутии, из Якутска. Приедут очень разноплановые и интересные театральные коллективы, которые привезут разные спектакли, не похожие один на другой. Это будет и балет, это будет драма, это будут спектакли, построенные на новейших, современных достижениях и в русле, и в тенденциях современного театра, которые включают в себя не только классическую театральную постановку, драму, оперету или оперу, но и элементы перформанса, элементы других различных современных театральных веяний. Театр, как живой организм, постоянно развивается. Изначально театр в античные времена, в Древней Греции, в Древнем Риме имел какую-то сложившуюся структуру. В Средневековье там практически не было театра, потому что были какие-то площадные выступления скоморохов, министрелей. Вот как театр стал развиваться уже в эпоху Ренессанса, барокком, это был уже как бы совершенно другой театр, отличающийся от античного театрального искусства. Новое время, там 19-20 век, особенно подарил нам, во-первых, систему Станиславского и весь тот современный театр, который развился в 20 веке. А в нашем, ну, в третьем тысячелетии, театр продолжает искать какие-то новые формы сценического воплощения, используя при этом и какую-то видео-арт, визуализацию с совмещением с различными формами изобразительного искусства. Вот. И то, что привезут наши коллеги, это неотлично, и очень будет интересно посмотреть, посмотреть, что-то для себя новое открыть, узнать. Например, спектакль Крейцера Соната, это балет, поставленный канадским постановщиком. Там, конечно, мало что осталось от классического литературного произведения, вот, но, тем не менее, по каким-то отзывам, по каким-то вот обрывочным свидетельствам тех, кто уже познакомился с этим спектаклем, мне стало интересно узнать, что же, как в балете была воплощена эта история, написанная Любовим Толстым. Есть среди фестивальной программы спектакль «Транссиб» монология, которая, это фактически документальная драма, которая построена на монологах на налогах реальных людей, записанных в вагоне поезда, который неделю едет, проезжает через Сибирь, по Транссибирской магистрали. И вот эти все исповеди, я бы их так назвал, исповедальные какие-то откровения людей, потому что, когда мы едем в поезде долго, несколько дней, мы легче открываемся незнакомым людям, рассказывая что-то о своем наболевшем, о каких-то своих внутренних глубоких переживаниях, чем мы можем открыться своим близким и родным, то есть людям, перед которыми труднее так откровенничать. И вот на основе этих реальных документальных бесед был создан этот спектакль. Это тоже очень интересный и сейчас развивающийся жанр документальной драмы, когда из реальных историй рождается что-то такое, не только спонтанное, но и очень интересное. Спектакль Транссиб, он, наверное, чем-то напоминает спектакль бабушки, который был два года назад, также в рамках этого фестиваля. Ну, то есть фестиваль помогает, способствует продвижению новых форм театральной и сценической деятельности. Кроме этого, будут на фестивале показаны и другие спектакли, которые, безусловно, станут, ну, если не откровением для нашего зрителя, то... потому что магаданская театральная публика достаточно искушенная публика. Вот. Но, во всяком случае, они будут очень интересны. Скажем, вот, спектакль «Шведская спичка». Да, «Шведская спичка». По отзывам тех, кто уже смотрел этот спектакль, они его называют не иначе как легендарный, уже ставший легендарной постановкой. Я, к сожалению, еще не видел, не знаю, даже не могу ничего сказать об этом спектакле, но мне будет интересно увидеть, узнать, как... Ну, безусловно, я читал, я знаю, это чеховское произведение, по которому поставлен спектакль. И Чехов один из моих любимых авторов. И как поставили эту вещь в Театре нации, мне будет очень интересно узнать. Угу. Ну, все-таки, если говорить о новейших театральных жанрах, да, я слышала, вернее, я читала в афише, что будет такой спектакль под названием «Иммерсивный спектакль», который будет играться непосредственно в квартирах самих магаданцев. Расскажите, пожалуйста, как это вообще будет выглядеть? Ну, «Иммерсивный театр» — это одна из таких новейших разработок, одна из новейших преломлений театрального искусства. Фактически, это спектакль, который творится на глазах у самих зрителей, и они сами являются его органичными соучастниками, сотворцами. В этом спектакле, в спектаклях такого плана и в «Иммерсивном театре» нет, собственно, разницы и границы между постановщиками, а там нет таких традиционных режиссеров или актеров и зрителями. Все эти роли перемешиваются. Ну, если говорить так вот своими словами, это спектакль, в котором приходят в квартиру по предварительной договоренности гости, раскладывают какие-то материалы, какие-то фотографии, карты, картинки, плакаты, и начинают исследовать тот или иной город в Европе или здесь у нас, о Магадане. То есть, это происходит взаимное знакомство и узнавание об истории и о реалиях, о быте жителей того или иного города. Вот этот театральный коллектив «Ремени Протокол» швейцарско-немецкий, он уже имеет опыт гастролей и такой работы по всему миру. Темы, которые затрагиваются в таком театрализованном действии, они имеют достаточно широкую тематику. Это и вопросы эмиграции, эмиграции людей, проникновения в европейскую традиционную культуру, соприкосновения с их традициями, историей. Ну, в наше время, когда можно включить телевизор и посмотреть на любом канале передачи подобные там клубы путешественников или там дневник путешественника, различные программы, посвященные той или иной стране и ее народу, ну, можно сказать, что мы насытились и присытились всевозможными похожими путешествиями, да, в разные страны. И тем интереснее будет познакомиться вот с таким нестандартным, непривычным взглядом людей, которые не просто рассказывают о себе, о своем городе, о своем там континенте, но и вовлекают в этот процесс зрителей и соучастников, сотворцов этого такого иммерсивного спектакля, потому что это диалог. Всякий, каждый, любой театральный спектакль в любом жанре – это диалог, диалог со зрителем. И не обязательно тут нужно вставать, ну, если это происходит на сцене, в традиционном зале, не обязательно, и не нужно тут вставать с места и кричать, а я вот это знаю, а я знаю там лучше, допускаются допустимые аплодисменты, крики «Браво» и «Бис» там в конце спектакля, когда актеры выходят на поклон. А вот здесь, в иммерсивном театре, тут диалог предполагает большую откровенность и большую какую-то степень открытости между теми, кто пришли в гости и рассказывают о себе, о своем там городе, и хозяевами, принимающей стороной. А билеты можно приобрести точно так же, как на другие спектакли? Да, билеты можно приобрести у нас в кассе и онлайн, в онлайн-кассах на сайте нашего театра. Ну вот помимо вот такого, да, необычного жанра, как иммерсивный театр, есть еще и жанр читка. То есть это, да, традиционная, я так поняла, читка спектакля, которая происходит в театре, да, в обычное рабочее время. В обычное, но не совсем. Это будут читков, которые будут участвовать актеры, и будут прочитаны несколько пьес, но, естественно, это будет с какой-то подготовкой, с какой-то долей театральной. Ну, то есть это не скучная будет такая, вот сели по ролям, прочитали пьесу, а тут уже будут какие-то наметки характеров, какие-то штрихи к будущему образу построения. Это будет своего рода театральная лаборатория. Вот у нас уже был опыт на предыдущих фестивалях и таких форумах театральных. То есть это эскиз, эта читка будет, не просто читка, это будет эскиз к будущему спектаклю. И зрители, которые смогут или захотят поприсутствовать на этих читках, смогут проголосовать за тот или иной будущий спектакль, который, возможно, войдет в наш аперитуар. Попасть на эти читки можно совершенно бесплатно. Это не надо заплатить за билеты, за посещение этих читок. Но надо будет зарегистрироваться онлайн на сайте театра. Очень интересно. Я приглашаю всех интересующихся театральным искусством на эти читки. Я сам буду присутствовать на всех. Не только в силу своих профессиональных обязанностей, а потому что мне это интересно. Игорь, помимо спектаклей, также в рамках фестиваля пройдет выставка и собрание Московского музея современного искусства. Да, современного искусства. Какие экспозиции увидят магаданцы? Эта выставка посвящена пейзажу, пейзажной живописи. И, кстати, там не только будут представлены картины из собрания Московского музея современного искусства, но и из фондов нашего Кровеческого музея. Вы знаете, когда наши московские коллеги приехали готовить эту выставку и выбирать какие-то пейзажи наших магаданских живописцев, они посмотрели, они были удивлены и поражены тому, насколько богатая коллекция живописи в нашем музее. И сказали, что достаточно ваших картин, чтобы сделать замечательную выставку. Ну, естественно, они привезут и свои произведения живописные. И, понимаете, вот что такое ландшафтная живопись, да, вот пейзажная живопись? Это особый вид искусства, который помогает, способствует развитию, воспитанию в душе зрителей такой нелицемерной любви к своему краю. Ну, мы все любим в хорошую погоду съездить на пикники, пожарить шашлыки, отдохнуть так приятно на природе. Но при этом мы не задумываемся над тем, почему нам нравится выезжать на природу, за город. А это в глубине души каждого русского человека сидит. Это в наших генах. Потому что мы, ну, как Гумилев, как Лев Николаевич Гумилев писал, народ и характер, национальный характер формируется именно тем вмещающим ландшафтом, в котором проживает данный этнос. Вот мы живем здесь, мы живем на Колыме. Кто-то здесь родился, кто-то приехал сюда ребенком, кто-то уже взрослым человеком переехал и давно живет. В Магадане. И вот эти наши сопки с лиственницами, с сосланником, они как-то по-особому греют сердце колымчанина. Точно так же, как и жителя центральных районов России, среднерусской возвышенности, там, гор Северного Кавказа. Каждый, где родился, там и пригодился. Где ты живешь, и ты прирастаешь душой к своему родному пейзажу. И вот эти выставки, посвященные пейзажной живописи, они еще больше дают нам возможность полюбить свой родной край. Итак, территория Магадан – это спектакли, это выставка, но также это еще и мастер-классы, да? Мастер-классы, конечно. Что это будет за мастер-классы? Только для театралов они будут или также могут прийти и магаданцы? Могут, конечно, могут прийти все желающие, все интересующиеся театральным искусством. Это не только интересно для студентов колледжа искусств или там для работников самодельных, любительских театральных коллективов, которых у нас достаточно много в городе и в области. Но зритель должен постоянно возрастать в своем интересе к театру. И поэтому мастер-классы, если это мастер-классы, посвященные сценическому движению или пластике, или сценической речи, каким-то другим формам и жанрам театральной деятельности, вот эти мастер-классы помогают лучше разобраться в нашем искусстве. Даже, казалось бы, и таким людям далеким от всех секретов нашей кухни, ну, как простые зрители. Они приходят на спектакль, им не нужно задумываться о том, как работает весь механизм театральный, что происходит за кулисами, как работают машинисты сцены, которые ставят, монтируют декорации, как работают декораторы, реквизиторы, художник-постановщик, как играют музыканты в яме, да, в оркестровой. Вот. Он в целом смотрит на спектакль, он смотрит на сцену и наслаждается вот этой постановкой, музыкально она или драматическая. Но ведь театр – это целое производство, это фактически завод, в котором те, кто работают на сцене, их немного по сравнению со всем обслуживающим персоналом. И роль каждого человека, который трудится в театре, который служит в театре, мы говорим, мы не работаем, мы служим в театре, чрезвычайно важна. То есть от контролеров, от тех, кто встречает людей, которые забирают одежду в гардеробе, выдают номерки и провожают людей в фойе и в заительный зал, до, ну, фактически каждый, любой сотрудник театра выполняет очень важную функцию. Игорь, два года назад фестиваль закрывали солисты Большого театра. Кому в этом году представится такая честь? Это будет спектакль «Вершние воды». И народный артист Галибин будет представлять этот спектакль. И я мало что могу сказать об этом спектакле, потому что я еще не видел, ну, понятно, что это такой, это скорее театрализованный вечер, да, в котором прозвучат отрывки из произведения Тургенева. Но я бы лучше заострил внимание на спектакль, который откроет фестиваль. Это наш спектакль, недавняя новинка нашего репертуара «На краю земли». Спектакль интересный тем, что он идет на двух языках, на русском и на ивенском. Вы не смотрели этого сейчас спектакля? Нет, еще нет. Я приглашаю вас посмотреть на открытии фестиваля. Режиссер-постановщик Родион Букаев, он уже известен нашему зрителю по прошлогодней своей работе. Это детектив Агаты Кристи, связь обвинения. Вот Родион – интересный молодой современный режиссер, который поставил спектакль по пьесе петербургского драматурга Данила Привалова. А литературная основа – это повесть Николая Лескова, одноименная повесть «На краю земли». Вы знаете, там история, которая на самом деле произошла в действительности в XIX веке один из епископов, который был назначен в Сибирь, чтобы просвещать аборигенов, приводить их к свету христианства, к православиям. И в метель он попал с проводником, язычником, и чуть не погиб. И вот их взаимоотношения, взаимоотношения христианского священника и язычника составляет главную коллизию этого литературного произведения, спектакля. Спектакль неоднозначный, он такой многозначный, в нем есть какие-то отсылки и к советскому периоду, нашей истории освоения края, и в нем есть вставные какие-то истории. Ну, он получился многозначным, разноплановым таким. И я очень рекомендую его посмотреть. Вот. И самому составить свое мнение об этой постановке. Игорь, ну и в заключение все-таки еще раз для наших телезрителей, где можно приобрести билеты на фестиваль и по какой цене? Билеты на наш фестиваль можно приобрести в кассах Магаданского музыкально-драматического театра, также в кассе Магаданского областного театра «Кукол», потому что там будет один спектакль, спектакль Леха проходить, будет показан онлайн, на сайте, в онлайн-кассе, на сайте нашего театра. Игорь, спасибо за разговор, хорошего дня и до свидания. Спасибо. Спасибо вам и вам. Всего хорошего. А я напоминаю, что подробности о фестивале «Школи территории Магадан» мы узнали от руководителя литературно-драматургической части Магаданского музыкального и драматического театра Игоря Дадашева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова